Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На этом слайде представлены варианты медицинских исследований, которые подразделяются на две большие группы – описательные и клинические исследования. Как мы знаем, при планировании клинического исследования одним из самых важных этапов является выбор дизайна. Если мы посмотрим, то две эти группы дробятся на большое количество различных подгрупп, но, тем не менее, слово «прагматические» здесь не фигурирует. Я в дальнейшем в своем докладе постараюсь рассказать, какое место эти исследования занимают среди этих больших групп. Но прежде чем перейти к прагматическим исследованиям, мне бы хотелось сказать, что золотым стандартом любого метода диагностики и лечения считаются рандомизированные контролируемые испытания. Под этим термином мы понимаем двойное слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированные исследования. И это так, поскольку данный вид исследований наиболее часто используется в предрегистрационных, интервенционных исследованиях любого препарата. Целью данных исследований стоит исследование действенности, то есть эффективности лекарственного средства. Однако пострегистрационные данные не учитываются, а именно в пострегистрационных исследованиях мы можем выяснить об эффективности, то есть эффективность лекарственного средства. Были уже упомянуты и максимально раскрыты данные термины Real World Data и Real World Evidence Я просто кратко повторю, что РВД – это данные, которые касаются состояния здоровья пациента и полученные в реальной клинической практике в результате анализа и синтеза данных И эти данные могут собираться из различных источников В настоящее время существует огромное количество биосенсоров, мобильных приложений, гаджетов которые собирают регулярно и постоянно данные о состоянии субъектов Однако этот массивный пул данных не обрабатывается, но он представляет интерес о состоянии здоровья пациентов Соответственно, РВЕ – это клинические данные, полученные в результате анализа РВД И эти данные можно получить на основе различных дизайнов исследований, в том числе прагматических Так где же место прагматических исследований среди всех видов? Это некие пограничные испытания, которые занимают место среди рандомизированных классических и обсервационных исследований У них есть как схожие черты, так и черты отличия В случае с рандомизированными исследованиями объединяет наличие элемента рандомизации Однако при проведении прагматических испытаний используются данные реально клинической практики И это испытания, которые являются пострегистрационными То есть на основе качественно проведенных рандомизированных исследований Зачем нужно создание такого вида дизайна? Рандомизированные исследования, как уже было упомянуто, исследуют действенность лекарственного средства Однако даже если качественно проведенное рандомизированное клиническое исследование Данные, полученные на основании этих исследований, валидны Это не означает, что мы получим те же результаты при пострегистрационных исследованиях Однако если мы будем полагаться только на данные обсервационных исследований Возможно наличие большого количества систематических ошибок вследствие отсутствия элемента рандомизации Таким образом необходимо было как-то урегулировать эти нюансы И возник такой дизайн Необходимо было привнести элементы рандомизации в обсервационные исследования Таким образом, прагматические исследования позволяют объединить преимущества обсервационного исследования В реально-клинической практике с научной строгостью рандомизированного исследования И таким образом дать более эффективные ответы на вопросы реальной клинической практики Целью данных исследований является определение эффективности лекарственного средства, и чтобы достичь эту цель, используются определенные моменты, которые отличаются от классического рандомизированного исследования. Таким моментом являются более широкие критерии включения, сравниваются клинические значимые альтернативы, как правило, это методики или лекарственные средства, которые уже зарегистрированы, уже прошли длительную процедуру исследования, данные систематизированы, и далее они уже сравниваются в пострегистрационном пространстве. На данной таблице есть небольшое суммирование отличий от классического рандомизированного исследования от прагматического. Как я уже сказала, одним из основных являются критерии включения. Чтобы нам исследовать более широкую популяцию пациентов, критерии включения становятся более широкими, поскольку мы прекрасно знаем, что при классическом рандомизированном исследовании существует строгий протокол, есть строгие критерии включения и исключения, и многие пациенты не попадают в эту выборку. Тем не менее, когда препарат проходит регистрацию, более широкая популяция пациентов начинает использовать этот препарат. То есть те пациенты, которые начинают использовать препарат или методику, при других условиях они не были бы включены в классическое исследование вследствие наличия, например, каких-то критериев исключения. Но поскольку большая группа пациентов, например, пожилые пациенты или беременные женщины, пациенты с наличием определенных патологий, они будут использовать этот препарат, и если не проводить какой-то анализ, мы не будем знать, насколько данное лекарство эффективно у конкретной популяции пациентов. Еще одним отличием является набор пациентов. При классическом рандомизированном исследовании отбор достаточно строгий, он происходит в исследовательском центре, который аккредитован для проведения исследования. При прагматическом исследовании данные собираются в реальной клинической практике, то есть набор осуществляется в медицинском учреждении, это может быть стационарное или амбулаторное звено. И набор осуществляется врачами, которые не являются исследователями, они могут быть нетренированы, и в этом заключаются минусы, которые я раскрою в дальнейшем. Они могут касаться, например, сбора данных о нежелательных явлениях или о необходимости проведения традиционных процедур, которые присутствуют при классическом исследовании. И протокол также существует в прагматических исследованиях, однако он более гибкий. Я бы хотела упомянуть проект GetReal. Это проект, который представляет собой публичный частный консорциум различных фармопредприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, академических учреждений и популяций пациентов. В рамках этого проекта в 2013 году, который был создан, в рамках этого проекта было создано и опубликовано несколько продуктов, объединенных общей темой – прагматические клинические исследования и реальная клиническая практика. Эти публикации сделаны в журнале «Клиническая эпидемиология» с августа по ноябрь 2017 года. Эта серия публикаций достаточно обширна и представляет собой наиболее полное собрание в иностранной литературе на тему клинических прагматических исследований. Если кратко касаться тем, там обсуждаются такие моменты, как что такое прагматические исследования, как осуществляется выбор и включение сайтов, как происходит набор и удержание пациентов, какие есть сложности при оформлении информированного согласия, при дальнейшем удержании пациента в центре. Вопросы, которые касаются мониторинга безопасности, нежелательных явлений, вариантов и результатов лечения и, конечно же, сбора и управления данными прагматических исследований. И в данных публикациях также предлагаются варианты решения проблем, которые могут возникнуть при проведении прагматических исследований. Я бы хотела на некоторых из них остановиться чуть подробнее. Одно из проблем, которые хотелось бы мне обсудить, это информированное согласие. Достаточно интересная тема, следует отметить, что в прагматических исследованиях также требуется информированное согласие, однако здесь существуют некоторые проблемы. Как мы хорошо знаем, в случае с классическими исследованиями, процедура информированного согласия достаточно строгая, хорошо известная, прописанная. Требуется одобрение этического комитета на информированное согласие. Процедура информирования пациента достаточно долгая, обязательно подписание пациентам бумаги перед началом исследования, но это не всегда возможно в условиях реальной клинической практики. Почему так? Врачи стационара и особенно врачи амбулаторного звена не всегда имеют достаточное количество времени для приема пациента. Соответственно, из этого ограниченного времени требуется выделить и так достаточно большое количество времени на информирование пациента. Поэтому требовалось как-то урегулировать этот момент, поскольку традиционные процедуры могут не способствовать большему количеству включения пациента в исследование, и, соответственно, мы получим менее репрезентативную выборку, чем мы хотели бы. Какие есть варианты решения данной проблемы? Были предложены четыре варианта, которые могут заменить и несколько упростить традиционную процедуру информированного согласия. Первый вариант – это интегрированное согласие. В случае с интегрированным согласием, как правило, объясняется пациенту и обосновывается цель исследования, альтернатива, которую он получает, ему объясняют препараты, которые он может использовать, и делают какой-то акцент на исследуемом препарате. Объясняется процедура рандомизации, потенциальные вреды и преимущества данной о сборе нежелательных явлений, о необходимости обсуждения и рассказа врачу о возникающих нежелательных явлениях. Согласие у пациента может быть устным или письменным, а далее врачи документируют беседу и результаты в электронной медицинской карте. Следующий вариант – это таргетированное согласие. В принципе, глобально не отличается от первого варианта, но, тем не менее, существенное отличие в том, что отсутствует информация о процедуре рандомизации. Третий вариант – это освещаемый подход. В данном случае используются общие уведомления, которые размещаются в медицинском центре, и пациент получает информацию о том, что, в принципе, он в этом медицинском учреждении может всегда в какой-то момент принять участие в исследованиях сравнительной эффективности по сравнению со стандартными вмешательствами. Таким образом, считается, что пациент сам получает информацию, сам может выразить желание об участии, и проведение традиционной процедуры информированного согласия при этом не требуется. Просто достаточно задокументировать, что пациент был информирован и согласие выражено. И четвертый достаточно спорный вариант, который возможен только в очень редких ситуациях – это отказ от согласия. Считается, что поскольку в прагматических исследованиях исследуются методики и лекарственные средства, которые уже прошли долгую и длительную процедуру исследования и регистрации, они условно безопасны для пациента, и достаточно просто рассказать про возможные риски и нежелательные явления, в таком случае процедуры согласия не требуются. Еще один момент, который вызывает сложности при проведении прагматических испытаний – это отслеживание нежелательных реакций. Как уже было сказано, в прагматических исследованиях принимают участие нетренированные врачи-исследователи. Они могут не знать про мониторинг нежелательных реакций, могут не понимать или знать не все нюансы процедуры заполнения отчетности о нежелательных явлениях. Еще момент, который касается именно пациента. Пациенты приходят на первый визит, а дальше их след может затеряться. Они могут редко приходить на визиты к врачу, они могут оказаться в другом отделении у другого врача или же попасть, например, в клинику неотложной помощи, при этом мы можем потерять след и не узнать какие-то сведения, касающиеся нежелательных событий. Помощникам в этом отчасти может выступить электронная медицинская карта, однако тут также необходимо помнить, что они изначально разрабатывались не для клинических исследований, поэтому они не прошли валидацию для использования и могут не соответствовать требованиям международных отчетов о безопасности. На данном слайде представлена сравнительная характеристика сбора данных о нежелательных реакциях в классических и прагматических испытаниях. Если мы посмотрим на верхнюю часть, мы понимаем, что в классических исследованиях все достаточно строго и заранее известно. Количество визитов пациентов в центр всегда предопределено, есть мониторинг, всегда есть взаимодействие с вышестоящими регуляторными органами, сроки прописаны, когда необходимо подавать сведения. В результате врачи тренированы, понимают, как заполнять и отправлять данные, и в этом плане мы получаем четкую картину. Случай с прагматическими исследованиями ситуация несколько усложняется. Первый визит всегда есть, раз есть факт участия пациента в исследовании, однако в дальнейшем, как уже было сказано, след может затеряться. И сложностью выступает также то, что концепцией является сбор высококачественных данных в исследовании, и тем не менее необходимо как можно меньше вмешиваться в рутинную клиническую практику. Это всегда некий баланс. Здесь суммированы основные отличия, которые, в принципе, я уже упомянула. Если коротко коснуться, в прагматических исследованиях исследования происходят в медицинском учреждении, в условиях реальной клинической практики. Пул пациентов намного шире, протокол более гибкий, критерии включения более широкие. Редомизация также есть, но опыт врачей в проведении исследований не обязателен. Информированные согласия требуются, но более упрощенная форма. А сбор данных может осуществляться, одним из вариантов является электронная медицинская карта, но сбор может быть в более свободной форме. Также я проанализировала сайт clinicaltrial.org на предмет наличия количества прагматических исследований. Как мы видим, резкий рост количества наблюдается за последние десятилетия. Из активных и завершенных сейчас 305 исследований. Когда я пыталась найти какой-то интересный пример, связанный с онкологией, с лекарственными средствами были сложности, когда сравнивались две зарегистрированных методики, потому что либо результаты не опубликованы, либо исследование только начато, либо происходит включение субъектов или данные только анализируются. Поэтому в качестве примера я выбрала сравнение вариантов проведения стандартных диагностических процедур. Это исследование, касающееся стратегии возможности восстановления роста рака толстой кишки в приоритетных группах населения. Датой проведения этого исследования с января 2013 по август 2018 год исследовалось две группы. Первая группа пациентов наблюдалась в обычной клинике, в центре которой проводили стандартные диагностические скрининговые процедуры. Вторая группа – это экспериментальная методика, в которой отправлялось вступительное письмо участникам, затем им отправлялся комплект теста «Кала на скрытую кровь» и письмо о напоминании о возврате комплекта этого теста. И во второй группе было два подразделения, одна из них просто информирование через электронные медицинские карты и, возможно, телефонное напоминание с врачом, а вторая подгруппа непосредственно приходила очно в центр, но затем также через процедуру электронной медицинской карты информировалась и получала тест через почту. Возраст участников составлял от 50 до 74 лет, это были и мужчины, и женщины. Критерием включения являлись пациенты, которым не проводилась колоноскопия в течение 9 лет или не было исследований «Кала на скрытую кровь» в течение 11 месяцев, а также без колоректальных заболеваний в анамнезе. Всего два критерия исключения – это пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности, пациенты из хосписов и домов престарелых. И что же можно сказать о результатах? Было проанализировано 26 клиник, в которые было включено 62 155 участников. Проанализировали данные чуть более 40 тысяч. Пополам, можно сказать, разбились клиники, в 13-ти проводились стандартные процедуры, и также в 13-ти проводилась вот эта экспериментальная методика. На таблице мы видим примерный разброс и процентаж мужчин и женщин. И если говорить о результатах, можно сказать, что вмешательства экспериментальные приводили к более высоким показателям тестирования на колоректальный рак по сравнению с процедурами в обычной клинике, то есть со стандартными процедурами. Таким образом, это продемонстрировало эффективность встроенного вмешательства с участием электронной медицинской карты на предмет скрининга. Через 6 месяцев частота прохождения теста на скрытую кровь была выше в клиниках, использующих исследуемую методику, 39% в тех клиниках, где просто было информирование через электронные карты и почту, и 36,6% у тех, где включался еще и очный визит к врачу. Соответственно, в обычной клинике такой показатель был 1,1%. И касательно выводов, следует сказать, что прагматические клинические исследования интересны тем, что занимают пограничное место, объединяют в себе преимущества как обсервационных, так и классических рандомизированных исследований. В них исследуется уже зарегистрированный препарат или методика, исследуется демографическая группа пациентов по данным заболеваниям, преимуществом заключается проведение их среди пациентов, которые имеют характерные сопутствующие заболевания или состояния, более широкие критерии включения, большая выборка, больший пул пациентов, у которых мы можем понять, эффективен данный препарат или нет. Но есть сложности, которые необходимо преодолевать. При разработке необходимо решить, насколько сильно вмешательство в рутинную практику в процессе сбора данных допустимо, чтобы получить высококачественные данные. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok